Здравствуйте! Здравствуйте! Я только что с военными вашими общался. Что? С военными вашими, военнослужащими вашими общался. Ага, и что они говорили? Очень интересно, спрашивали про войну, как это. Нет, а они что сказали? Я же говорю, они сказали, что они простые люди, что они ничего не знают. Просили рассказать, меня зовут Александр Беспалый. Просили рассказать меня, как это, что это. Я им рассказал про законодательство вашей же Российской Федерации, в котором предусмотрено наказание в виде длительных сроков лишения свободы за развязывание заведения агрессивной войны. Александр, а можно вам вопрос задать? Можно вопрос задать. А вы как к наркотикам относитесь? Что-что? К наркотикам как относитесь? Крайне отрицательно. Я никогда в своей жизни не пробовал наркотик. Смотрите, Александр, а вот как вы думаете, я не знаю, я по вашим глазам вижу, что вы упороты сейчас. Я просто оккупантов очень не люблю. Да нет, нет, Александр, вы же понимаете, что вы упороты сейчас. Вы имеете в виду, что я сейчас под действием каких-то препаратов, да? Вы кого хотите обмануть, наркомана со стажем, что ли, или что? Послушай меня, Александр. Я слушаю, слушаю, конечно, слушаю. Я не пью, не курю. Ну, впоролись, просто впоролись. Впоролись, я понял. А ты наркоман со стажем. Ну, конечно, конечно. Я понял. Ты можешь сказать слово «сиреневенький»? Как сказать? Я один раз повторил. Ты можешь это слово повторить? «Сиреневенький»? Да, можешь. Ну, я вот только что сказал «сиреневенький». Я понял. Ну, на всякий случай. А в каком году Пушкин родился? Пушкин? Да. Александр Сергеевич? Он самый. Ой, не знаю. Чего-то сказать не знаю. А хотя бы пять произведений Пушкина можешь сказать? Пять произведений? Да имеете в виду стихоп или глобальных произведений? Как хочешь, без проблем. Алина тоже, наверное, не назову, потому что я не очень. Я понял. Я понял. Потому что я не очень. Ты с какого возраста употребляешь наркотики? Что-что? С какого возраста ты наркотики употребляешь? Блин. Я помню, мне было, наверное, лет десять. Я первый раз попробовал наркотики. А что ты попробовал? ЛСД. В десять лет ты попробовал ЛСД? Конечно. И знаете, какой вывод я сделал? А, твой мозг после этого сделал какой-то вывод? Да. То есть я решил для себя, что наркотики – это моя жизнь. Ты, наверное, тролль какой-нибудь. Кто тролль? Да. В каком виде ты попробовал ЛСД? А тролль – это кто? Ну, неважно. В каком виде ты попробовал? Я думаю, что обманываешь. В каком виде ты попробовал ЛСД? Что это было? ЛСД? Да. Таблетка? Таблетка это было. В виде таблетки. Да-да-да. Водичкой запивал? Ну, да. Затумался. Не надо обманывать. Послушай меня. Я знаю, что ты, так сказать, человек, так сказать, употребляющий либо какие-то химические вещества наркотические, либо идеологические. Идеологическая вот эту отраву в уши. Ну, ладно, хорошо. Это плохо, но... Ну, давайте, ладно, хорошо, вы меня распустили. А вот можно я у вас все-таки вопрос прошу? Я просто немножко химик. И я понимаю, что такое ЛСД. И я понимаю даже немножко, как оно действует на нервные центры человека. Да ничего вы не понимаете. Вот для чего вы употребляете наркотики? Вот объясните мне, для чего вы употребляете наркотики? Вы обманываете опять. Я не употребляю наркотики. Нет, я не обманываю себя. Я вижу, я вижу по вам, что вы, что вы сейчас под кайфом. И не надо мне говорить, что... Да нет, нет, нет. Узывайте, пожалуйста. Я прошел всю эту тему. Я знаю обдолбанных людей и необдолбанных людей. Вы бы хотя бы глазки там закапали чем-нибудь. Послушай меня. У меня вот такие глаза с самого рождения. У моих детей такие глаза. У моего отца такие глаза. Я родился таким. Я радиоинженер, радиофизик. Если вы химик, вот вы говорите, вы химик. Ну, я увлекаюсь химией, да. Ну, не профессиональный, но химик, да. Вот вы должны знать, вы должны знать, как действуют, например, возбуждающие препараты на организм человека. Вот вы прекрасно должны это понимать. Кофеин, кофеин, это триметилксантин. В чистом виде получают из какао кофе чая. Норма большая, чем Детси, возбуждает сильно сердце. Ну, и так далее. Ну, вы мне можете рассказать, для какой цели вы, например... В чат-рулетке я сижу. Кайф. Для какой цели вы применяете кайф в чат-рулетке? Я же вижу, что и вы долбанулись, и причем долбанулись не то, что там чуть-чуть, а долбанулись нормально. Просто нормально. Чтобы у вас кайф такой пришел, вот. Ну, я вижу, что у вас кайф хороший пришел. Для какой цели вы вот это вот сделали? Для какой цели я употребил наркоту какую-то? Да, долбанулся, причем жестко долбанулся. Я понял. Знаете, например, вы про меня можете сказать, да, как... Да ты скинь задницу, да, типа... Ухуярился, в двух офис ты выпил. А я венец, и по вам вижу. И причем вы на команде со стажем, я бы сказал. Потому что любой другой человек... Такой дозняк, который вы сейчас приняли, он просто вот так вот... Скинь на бок, язык на бок. А вы, милый, молодец, нифига себе. Наверное, грамма два хуярили. Грамма два чего? Ну, все, я высказался... Я понял. Повторяю еще раз свою мысль. Я ни разу в своей жизни ни в каком виде не употреблял наркотики. Я считаю, что когда есть такие, ну, просто восхитительные вещи, как литература, книги, общение с умными людьми, музыка... Какую последнюю книжку прочитали? Я могу рассказать, какую книжку я сейчас читаю. Скажите, пожалуйста. Ну, это нет, это не ирония никакая, а просто интересная, серьезная. Я сейчас читаю книжку, ну, вы, конечно, опять-таки подумаете, что это просто, так сказать, зашкал на наркоманство. Я сейчас читаю книжку Ричард Фейман «Странная теория света и вещества» про квантовую физику. Я получаю такое удовольствие от чтения этой книги, что я думаю, что наркоманы, ну, настоящие наркоманы, они уже употребляют свою вот эту отраву, наркоту, просто потому, что они не могут уже не употреблять. Их уже это не доставляет радости, ну, как мне кажется. А это просто, они уже без этого не могут жить. А я получаю такое удовольствие от чтения книги Ричарда Феймана, лауреата Нумилевской премии, фантастически умного, фантастически талантливого человека. Ну, я понял, я понял, спасибо за рассказ про этого человека. А вы вообще чем по жизни занимаетесь? Я радиоинженер. Как? Радиоинженер. Радиофизик. А, радиоинженер? Радиоинженер? Да. Я очень интересуюсь физикой, радиофизикой, математикой, химией и биологией. Да, вот. Смотрите, а вот, ну, как бы, ну, я вам верю, там, то есть, ну, поддерживаю вас в том моменте, что вы можете книжку читать какую-то, да. Книги читаю регулярно. Вам показать эту книгу? Я вам могу еще показать очень интересные книги. Я просто, знаете, вам, вот, как бы, не то, что посоветовал бы, братья, а просто, вот, знаете, я вам скажу, вы когда-нибудь слышали о таком писателе Пелеве? Пелеве, конечно же. Да. Я читал «Дженерэйшн Пи» Пелевина. Какой-нибудь, какой-нибудь «Дженерэйшн Пи». А, вот, 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 кстати, читали, до конца прочитали «Пи». Да. Ну, давно уже читал, несколько лет назад. Да-да-да, это одно из первых. Ну, читал. Ну, это одно из самых известных произведений Пелевина. Что можете сказать вот про это произведение? Как вы думаете? Ну, вот, насколько он раскрыл вот эту вот глубину? Ну, давайте я не буду говорить, а вот вы как думаете? Ну, насколько произведение интересное или неинтересное? Ну, что вы можете сказать о нем? А я читал эту книгу еще до войны. До какой? Ну, какой-то, конечно же, не до той с немцами, а до этой с россиянами. Ну, ладно, про Валену потом поговорим. Так вот, я увидел, что Пелевин был во многом прав. Про влияние телевизора и вот этих всех симуляторов на простых людей. Ну, как вы думаете, он свое произведение вот в этом, он раскрыл тем... Раскрыл, раскрыл, раскрыл. Я когда вижу, так сказать, вас, россиян простых, когда вижу вот эти телешоу ваши, когда вижу ваши телешоу, когда вижу вашего Путина на пресс-конференции, я понимаю, что Пелевин был очень даже прав. Раньше я не понимал, насколько он был прав. А сейчас я понимаю. Ну, подожди, мы сейчас давайте поговорим, закончим, а потом перейдем на наш телешоу. Так это же великолепно, когда у писателя его идеи просто, так сказать, живут, пахнут и расцветают вот на вашей территории, на вашем телевизоре, в вашей политике, в вашей информационном пространстве. Ну, я понял, я понял, я понял. Знаете мне произведение, которое понравилось, у Пелевина, Чапайса Пустота. Ну, читали или нет? Нет, не читал. Мне достаточно было почитать Generation P, я сейчас читаю, ну, как мне кажется, тоже очень интересные книги. Две из ранних, из ранних, вот, Чапайса Пустота и Шестипалы из Отловий. Блин, два моих любых произведения. Это просто огонь. Я вот просто, знаете, я читал, ну, мне сейчас около 40 лет, да? Я читал, когда мне было около 20 лет. И, блин, я вот просто реалил. И вот это мне вот произведение, вот эти два произведения. Вот, ну, если, то есть, попробуйте почитать, запомните просто, Чапайса Пустота и Шестипалы из Отловий. Они, ну, небольшие такие, ну, для интересного. Попробуйте почитать. Ну, посмотрим. Я сейчас, мне сейчас очень интересуют, так сказать, книги по квантовой механике. Квантовой механике? Да, по квантовой теории электромагнитных волн. Это просто фантастика. Я вам больше скажу. По квантовой электродинамике. Я читал, нет, я читал, знаете, ну, вот я читал книжку «Теория космического полета». Теория космического полета. Кто автор? Автора не назову, извините. Ничего, ничего. Ну, блин, я просто убила меня вот это вот. «Теория космического полета». Там просто потенки очень много. Ну, блин, это просто огонь, вообще огонь. Я просто, ну, как бы, то, что я из нее черпанул, из этой книжки, до этого я бы сказал, что я, блин. Автор рассматривает, извините, что перебил, полет на планеты нашей Солнечной системы, или автор описывает в этой книге возможность полета космического на планеты и спутники нашей Солнечной системы, или за пределы нашей Солнечной системы? Блин, вас плохо так слышно, и не очень. Да там очень хорошо слышно должно быть. Ну, нет, слышно, но, блин, пропадает. Я понял. Ну, может, у вас интернет лагает? Ну, не суть. Нет, конкретно не интернет, а вот именно, что звук. Звук. Еще раз. Автор в этой книге описывает возможность космического полета к планетам и их спутникам, нашей Солнечной системы, или за пределами нашей Солнечной системы. Вы у меня спрашиваете, да? Да, ну, вы же читали эту книгу. Нет, теория, нет, теория, я вот, да, 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 я понял ваш вопрос. Теория космического полета, вот конкретно, там описывается, как можно, например, вот, как космический корабль, например, на данный момент у нас может добраться, например, до Ютубера, либо до Солнца, да? Ну, так я же говорю, что... Вот смотрите, смотрите, то есть вот эти вот гравитационные манегры, которые происходят, да? То есть мы берем Юпитер, да, со своей огромной... То есть мы запускаем космический корабль из Земли, да, со скоростью, например, 20 тысяч километров в час. И то есть когда он поглядает к Юпитеру, он делает гравитационный манегр, и у него уже от орбиты Юпитера, да, происходит скорость 40 тысяч километров в час. И вот представляете, в два раза, в два раза, да? Я понял. Скажите, пожалуйста, это книжка из новых? Нет, нет, нет. Или это старая книжка? 76-го, наверное, года книжка. Что-то такое. И читал я ее давно, давно, честно, давно читал. Теория космического полета. Вы забейте, теория космического полета. Ну вот автор Рынин, впервые она вышла из печати в 1932 году. Ну может быть, может быть, я не буду спорить, я вот вам просто говорю, что... А так, вот... А, есть Казаковцев, теория космического полета. У нас Казаков, Казаков, по-моему, Казаков. Казаковцев МГТУ имени Баумана. Да, Казаков, скорее всего. Да, я понимаю. Потому что навряд ли, чтобы Рынин в 1932 году описывал гравитационные маневры в поле Юпитера. Кстати говоря, вы знаете, кто первыми применил гравитационный маневр в поле тяготения Юпитера? Нет, нет, не знаю. Честно сказать, я не знаю, не знаю. Американцы на замечательных двух кораблях межпланетных автоматических космических станциях Voyager 1 и Voyager 2. Именно после того, как они добрались до орбиты Юпитера, их аппараты получили дальнейшее ускорение существенное, долетели после этого до Сатурна. После этого Voyager 1, по-моему, вылетел за пределы Солнечной системы, то есть дальше не стал исследовать планеты. А Voyager 2 после этого посетил еще Уран и Нептун. Вот одним кораблем Voyager 2 он посетил 4 планеты Солнечной системы. Раз в 270 лет вот наши планеты выстраиваются, ну не то, что мы по одной прямой, но как бы в одной области пространства, в одном направлении. И можно одним аппаратом облететь, пролететь мимо всех 4 планет. Оба аппарата, что интересно, до сих пор работают. Они уже очень далеко улетели. Они сейчас на границе или с верой нашей. Я хотел вот такой маленько. Смотрите, для Voyager 1 он летит со скоростью 40 тысяч километров в час. Я думаю, больше. Для космической атмосферы, ну для космической, это очень маленькая скорость. Конечно же, да. По сути, по большой глубине. 40 тысяч километров, это ни о чем. То есть, да, в ацентале с такой скоростью он будет лететь 70 тысяч лет. Да, да, да. 70 тысяч лет. Вы представляете, что такое 70 тысяч лет? Да, да. И вот, то есть, интересно такое получать. Да, конечно, то есть, у нас развитие вот этого на месте не стоит, да. И вот как вы смотрите, знаете, что интересно? Вот, например, через 100 лет, да, сейчас к Альфе Центавра или Альфе Кентавра не имеет смысла посылать аппарат, потому что, если мы сами себя не уничтожим в термоядерной войне, человечество, я имею в виду, то через 100 лет у нас будут аппараты, которые долетят до Альфа Кентавра гораздо быстрее. Поэтому сейчас не имеет смысла посылать туда аппараты. Ну, смотрите, Альфа Центавра находится у нас в 4 световых годах, да? Да, 4,2 световых года. Да, да. 4 световых года, да, грубо говоря. Вот смотрите, чтобы нам хотя бы элементарно долететь туда за 20-30 лет, да, нам нужно хотя бы 30% от скорости света. Да. Хотя бы. Да, да. Да. И вот смотрите, как мы можем добиться этой скорости? На реактивном двигателе мы этой скорости никогда в жизни не добьемся. Никогда в жизни. Послушайте меня. Вы имеете в виду реактивный двигатель на химическом топливе? Да, да, да. А реактивный двигатель, который использует либо принцип ионного двигателя, это реактивный двигатель, потому что он отбрасывает точно так же вещество, ионный двигатель, фотонный двигатель. Это все разновидности реактивного движения. Чтобы в пустоте двигаться, вы должны что-то выбрасывать из корабля с очень высокой скоростью. Это реактивный принцип. Просто в современных двигателях, ну, которые вот ракеты стартуют с поверхности Земли, мы для этого сжигаем топливо. Ну, например, геросин в кислороде или жидкий метан с кислородом, либо водород жидкий с жидким кислородом вместе. И вот такие двигатели, они никогда не дадут нам возможности, сколько нибудь они уже достигли своего пика. И реально, например, в два раза больше скорости, чем мы сейчас имеем, они практически уже достигнуть не могут. А вот новые принципы, которые используют внутренние источники энергии вещества. ведь вещество любое по формуле Е равно МС квадрат обладает неисчислимыми запасами энергии. Для этого пока мы знаем только один способ. Это аннигиляция, то есть вещество с антивеществом при взаимодействии получается очень большое количество высокоэнергетических гамма-квантов. Выделяется чрезвычайно большое количество энергии. В химических реакциях масса энергии очень маленькая, ну, относительно, и масса веществ до реакции после практически одна и та же. То есть вот эта доля, она чрезвычайно низкая, а уже в ядерных реакциях, я договорю, уже на десятые доли процента продукты ядерной реакции легче, чем до ядерной реакции. А вот это вот десятые доли процента выделяются в виде очень большой энергии. Вывод такой, новые двигатели, новые источники энергии. Это понятно, что новые источники энергии, но не по законам, по законам никогда мы не сможем корабль, например, поднять с земли с двигателем на ионах на каких-то или что-то. Так поднимайте его обычными двигателями, а потом уже в космосе, собрав большой корабль или одним запуском, или несколькими запусками, включайте эти движки и летите себе куда надо. Его нужно собирать только в космосе. Ну так я же с вами согласен. Я, например, больше придерживаюсь парусу. Вот реально к парусу. Ну так парусу, вы до орбиты Марса, Юпитера долетели, все, уже солнечный свет выдохся. Ну согласен, согласен с вами. Ну так извините, пожалуйста, мы не разговариваем, а например той же альфа-центазы. Извините, пожалуйста, нам еще лет 300-400 до этого. Я вам серьезно говорю, лет 300-400. Нам хотя бы добраться за тот же там полгода до Юпитера, например, да. А у нас стоит вопрос в том, что до Юпитера У меня есть лучший способ, чем солнечный парус. Например? До Юпитера элементарно. Разворачивайтесь с большой, большого размера солнечные батареи, включайте ионный двигатель и вы прекрасно долетите, ну там со своими сложностями, вы долетите до Юпитера. Сделав портативный ядерный реактор и используя ионные двигатели, ну особенно новых поколений, вы прекрасно можно путешествовать по солнечной системе. Я просто с вами конечно поспорил насчет этого. Смотрите, ионный двигатель он например мне кажется эффективен будет все-таки на полет к Альфа-Центавре, но не на Юпитер никак. Сейчас космические аппараты японские, американские для полетов к астероидам, к кометам именно используют ионные двигатели. А знаете, чьи разработки ионных двигателей самые лучшие? Скажите мне пожалуйста. Ну вы не знаете? Ну вы хотите сказать, что российские, но на самом деле нет. Вы можете мне назвать хотя бы один работающий в космосе российский ионный двигатель? Их еще нету. Их еще нету. Так вот они уже летают у японцев на аппарате Хаябуса и Хаябуса-2. Ну хорошо. Конечно хорошо. То есть мы сейчас сравниваем да, на бумаге возможно так сказать что-то там обещают такой симулятор ваши ученые. А японцы, американцы, европейцы уже летают их корабли в космосе на ионных двигателях. Хорошо. Я вас понял. Я приму эту информацию. Вы давайте Сейчас к нам в сторону Земли летит аппарат Хаябуса-2 японский. Именно на ионных двигателях. Он получает энергию от солнечных батарей. Что-что? Как ионные двигатели знаете, как работают? Ну конечно. В общих чертах да. В общих чертах. Ну разумеется. Имеется у нас инертный газ тяжелый обычно ксенон. Для чего вы ложную информацию подкидываете? Я не говорю ложную информацию. Уже сейчас вот сейчас мы с вами сидим а Хаябуса-2 летит к нам на ионных двигателях используя тяжелый нейтральный газ ксенон который в этом двигателе переводится в состояние плазмы и под действием электрического поля высокого напряжения вот эти ионы разгоняются и выбрасываются из этого двигателя создавая тягу реактивную. Ну я понял я понял реактивную тягу. А вы как думаете что мультик был Путин показывал или не мультик? то конечно мультик ну естественно а шоу у вас не мультик? шоу у нас не мультик? ну конечно фундаментальное открытие физики вы можете мне сказать на России хотя бы одно смотрите для того чтобы показывать это вообще так сказать мы ни о чем говорим я вам объясню конечно не существует не существует я вам объясню почему смотрите вы можете для того чтобы создавать двигатели ракеты и так далее необходимы фундаментальные физические знания необходимы ученые вы можете мне назвать за последние 25 лет какое-нибудь прорывное какое-нибудь фундаментальное открытие в физике учеными российскими в Российской Федерации я только что вам назвал какое проионный двигатель ну так я же вам говорю это мультик тут понимаете в чем дело у нас с вами получается логическая петля я вам опровергаю существование вашей ракеты отсутствие у вас фундаментальных открытий физики а вы мне доказываете что фундаментальные открытия физики это как раз и есть вот эта несуществующая ракета фундаментальные ну ладно хорошо вы считаете что она не существует ну естественно она противоречит законам физики в чем проблема получается я вам доказывать не буду зачем это нужно видите просто как бы вы доказывали что мост не будет построен вы доказывали мост это не фундаментальные открытия физики ну как извините пожалуй а мост это фундаментальные за него наверное нобелевскую премию дадут это уникальный мозг такой единственный в мире ну высокая наука мост это прикладные науки это технологии еще прошлого века давайте я вам объясню вы говорите фундаментальные а в чем фундаментальные это это было давно открыто как бы ракета может можно я вам расскажу ну вы знаете какие последние за последние 25 лет извините что перебиваю вы знаете какие открытия в науке фундаментальные прорывные случились за последние 25 лет в мире вы имеете ввиду в физике конечно нет вы расскажите мне понятно ну могу рассказать только несколько смотрите во первых были открыты экзопланеты планеты у чужих солнц экзопланеты они были известны еще 20 еще сто лет назад просто они были доказаны каким образом были известны экзопланеты сто лет назад приведите пример какие планеты вы знаете что такое экзопланеты экзопланеты это планеты не у нашего солнца а у других солнц ну что вы меня перебиваете извините извините я просто протестую против так сказать я слушаю вас извините я слушаю вас я говорю вам что было известно что в теории да может быть есть такие планеты но физически это не было доказано то есть тогда вылетел на орбиту телескопа Уэба 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 еще на земле находится он ну хорошо он доказал что колебания звезды происходит и то есть там что-то находится а что там может находиться там может находиться только планета да которая вращаясь вокруг звезды вызывает колебания этой звезды свет от этой звезды ну искренней да грубо говоря то есть куда она проходит вы сейчас смешиваете в кучу два совершенно разных способа обнаружения экзопланет ну не важно ну расскажите расскажите вы я вас перендирую смотрите то что у других звезд возможно существование планет так же как и у нашего солнца есть планеты это так сказать можно было об этом подумать еще и двести и триста лет назад за существование так сказать обитаемых других миров сожгли жордана броху ну так на секундочку дело все в том что даже Иосиф Шкловский великий советский астропизик он ну за ересь он же говорил о том что существуют другие в космосе другие обитаемые миры такая же как наша земля вот за что сожгли Джордана Бруно последние слова помните его Джордана Бруно да какие слова ну скажите вы а я тогда скажу свою версию что там сказал Джордана Бруно не знаете я понял скажите не стесняйтесь так вот смотрите даже Иосиф Шкловский в замечательной книге про так сказать нашу вселенную которая называется там вселенная жизнь разума он говорит о том что существование планет других солнц это недоказанный факт и какие они эти планеты и что это за планеты совершенно непонятно писал Иосиф Шкловский потом он делает гипотезу о том что все таки есть у других звезд планеты ну и понеслась дальше так вот открытие было сделано что мы наш ученые рассчитали по колебаниям спектральных линий звезд массу орбиты и этих планет а используя так называемый транзитный метод когда по диску чужой звезды проходит планета ученые при помощи аппарата Кеплер открыли очень большое количество планет в других звезд причем мы знаем уже теперь размеры диаметра этих планет можем рассчитать массу этих планет орбиту этих планет и вот оказалось что все эти планетные системы они очень не похожи на нашу планетную систему на нашу солнечную систему очень не похожи никто не мог себе представить что будут существовать такие планеты как горячие эпитеры то есть гигантская газовая планета очень близко находящаяся возле звезды получающая очень большое количество тепловой энергии от своей звезды раскаленная планета вот в чем было открытие предположить что у других звезд предположить что у других звезд есть планеты это всего лишь просто предположение а вот пронаблюдать эти планеты рассчитать их орбиты массу диаметр температуру их поверхности оценочно хотя бы определить вот это был прорыв в науке еще со времен Эйнштейна было предсказано существование гравитационных волн именно в эксперименте Лиго при помощи двух гравитационных обсерваторий в Соединенных Штатах и одной поменьше гравитационной обсерватории в Италии было экспериментально доказано существование гравитационных волн на очень большом расстоянии от Земли там по-моему миллионах световых лет где-то когда-то столкнулись точнее кружились вокруг друга две черные дыры это распространяющиеся в пространстве возмущение пространства времени деформации пространства времени они происходят вот Юпитер вращается вокруг Земли вокруг Солнца конечно же я говорился и он по расчетам ученых излучает там сколько-то киловатт мощности на образование гравитационных волн мы пока своими приборами не можем измерить гравитационные поля вращающегося вокруг Солнца Юпитера а вот когда это чудовищный какой-то катаклизм в виде вращения друг вокруг друга черных дыр или черной дыры нейтронной звезды и похлощение двух черных дыр или нейтронных звезд вот это производит столько энергии что такое пространство времени происходит как вообще вы понимаете когда происходит например волнение пространства возле Юпитера когда Юпитер вращается вокруг Солнца то на каком-то расстоянии от нашей Солнечной системы ну гравитация что это такое что такое гравитация нет давайте выясним выясним гравитация это понятно что это понятно это что в двух словах что такое гравитация неважно какая разница откуда находясь что такое гравитация гравитация это сила которая притягивает в одну точку массу Это по Ньютону. А по Эйнштейну что такое гравитация? Это по Ньютону. А по Эйнштейну что такое гравитация? Гравитация по Эйнштейну это искажение пространства и времени. Так вот когда, например, какое-то тело тяжелое просто находится, ну так вот можно я договорю, вот когда если бы просто Солнце, ну например, там находилось бы на каком-то расстоянии от нас, оно просто искривляет вот эту ткань пространства-времени. Поэтому рядом с Солнцем пространство искажено, лучи света мимо Солнца искривляясь проходят, и время возле Солнца течет медленнее, чем на большом расстоянии от него. Вот это искажение пространства-времени. Если вокруг Солнца вращается какое-то тело, достаточно тяжелое, типа Юпитера, то приближну... Ну я очень сейчас грубо рассказываю. Мы находимся на каком-то расстоянии от Солнечной системы, ну так легче себе представить. А Юпитер вращается вокруг Солнца. Вот взаимодействие гравитации Юпитера и Солнца, мы же на каком-то расстоянии от Солнца будем чувствовать, что Юпитер то приближается к нас, к нам, вместе с искажением вот этого пространства-времени, либо удаляется от нас. Это происходит относительно Солнца. Так вот, вот это искажение пространства-времени, оно распространяется от системы Юпитер-Солнца во всех направлениях. Гравитационные силы, они очень слабые. Это электромагнитные силы, так сказать, на 41 порядок по интенсивности выше, чем гравитационные. Так мы отвлеклись. Так вот, на России за последние 25 лет не было не сделано ни одного фундаментального открытия. Откуда возьмутся какие-то прорывные технологии? Вы же все технологии покупаете. Путин говорил, что пусть они придумают, а мы цап-царап. Это говорит о том, что в самой России наука не работает. Вы можете только или покупать, или пытаться цап-царапать. У вас нет науки. Откуда у вас возьмутся? Технологии, прорывные технологии полета в космос, где были? В Советском Союзе. Вы-то тут при чем? Я говорю, технологии, где были? Хотя бы одну новую космическую ракету. Вы можете назвать у вас на России? Что вы, как я не знаю, выскучите свою классику, чем мне это не говорите. Но смотрите, в Советском Союзе, правильно? Да. Кто наследие Советского Союза принял на себя? Вы и обосрали его до нельзя. Почему? Вы, смотрите, в Советском Союзе худо-бедно придумывались, разрабатывались, изготавливались космические аркеты. Те, которые использовались, подожди, в основном. Еще раз, в современной вашей России есть хотя бы новая одна ракета-носитель для мирного космоса, которая не прикрыта гритмом секретным. Я вам еще раз объясняю, смотрите, технологий сейчас на данный момент не существует, которые подняли бы ракету с полезным грузом, например, в 25 тонн на орбиту. Существует двигатель. Вы смеетесь, что ли? РД-80 двигатель существует. На данный момент не существует более выгодного двигателя, чтобы поднять полезный груз на орбиту. Существует. Этот двигатель называется Мерлин. Этот двигатель называется Раптор. Объясните мне тогда, почему все покупают у России двигатель РД-80. Рассказываю вам. В Советском Союзе для программы Space Shuttle. Можно я расскажу? У вас в вопросе ложное утверждение. В Советском Союзе для программы Space Shuttle был разработан великолепный двигатель РД-170. Он имел четыре камеры. В этом же Советском Союзе на основе этого двигателя решили сделать движок, у которого будут не четыре камеры, а две. Этот движок нас давали РД-180. В Соединенных Штатах есть очень большое количество... В Соединенных Штатах, послушай меня. Есть очень большое количество разных ракет. В мире есть очень большое количество разных ракет. Все они, за исключением двух американских ракет, летают на своих оригинальных двигателях. Совместное с Американо-российское предприятие, используя старые наработки, советские делают движки РД-180. Есть еще РД-190, но это Т-180, двухкамерный. Это половинка вот этого советского движка. На него ставится американская электроника. Ставятся клапаны и силовые привода американские. И этот двигатель используется всего лишь на двух типах ракет американских, которые летают гораздо реже, чем, так сказать, ракеты того же Илона Маска. Давайте по-другому, давайте по-другому. Я понял, я понял вашу истерику. Не истерику. Сколько движков купила Америка за последнее время? Вы не знаете, сколько двигателей купила Америка у, так сказать, совместного российско-американского предприятия? Хорошо, давайте по-другому. Смотрите. Я вам могу рассказать. Кто сейчас выводит космонавтов на международную космическую станцию? Старая. Сделана еще в Советском Союзе. Ракета «Союз». Ракета «Союз» старая советская. Кто выводит? Российская. Роскосмос выводит. Гнилой «Роскосмос» на старых советских ракетах. Рогозинский. Днище. Духовно скрепный. Почему американцы не могут себе позволить того, чтобы вывести своих космонавтов на своих ракетах? Уже в следующем году полетят американцы, уже есть космические корабли для этого. Браво! Браво! Вот когда полетят, тогда вы мне скажете, носом ткнете. Вот они полетели. А пока они сосут и будут сосать. Ничего они не сосут. Европейцы, европейское космическое сообщество уже отказалось от полетов своих астронавтов на советских ракетах. О чем мы разговариваем? О чем мы разговариваем? О чем мы разговариваем? Украина что здесь сделала? Как? У нас все силы брошены на ракету для Москвы. Вот как с россиянином начнешь, так сразу про сосание. Вот как с россиянином начнешь общаться, сразу про тему сосания. И прочих... Да, они на заказ делали нам эти двигатели. Какие двигатели делала Украина? Какие двигатели делала Украина для России? Как называются эти двигатели? Как называются эти двигатели? Давай дальше. Давай дальше. Украина добилась за свои 4 года. Как? Сосет, сосет, сосет. Блин, вот у тебя нет другой темы, кроме сосания. Ты что-то такой злой. Ты что, целый месяц не ебался, что ли? За 4 года своей гибности. Расскажи мне. Расскажи, давай. Как же? Ну смотри. Во-первых, в результате революции. Вы поняли, какие вы мрази. Ни один сосед наш, ни одна страна, которая с нами граничит или могла бы на нас напасть и оттяпать от нас территорию? Румыния раздала паспорта. Румыния оккупировала, аннексировала нашу территорию? Ну конечно, она раздала паспорта своим гражданам. Каким своим гражданам? Ну которые живут там где-то. Так вот, еще раз. Вы по сравнению с румынами, это кровавый палач по сравнению с девочкой. Вот просто вы пиздобов. Румыния не действовала своими вооруженными силами, не развязывала войны, не убивала на нашей территории 14 тысяч. 14 тысяч ты от правды всегда устанешь. Все. Пей дальше. Не буду тебя беспокоить. Времени на тебя жалко. Нехайся стыть. Как говорят у нас, нехуй шастать.